Якутия получит около 2 миллиардов рублей на ликвидацию аварийного жилья. Сегодня в Москве было подписано дополнительное соглашение между регионом и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Документ подписали глава Республики Егор Борисов и генеральный директор государственной корпорации Константин Цицын. Согласно документу, в Якутию направят дополнительные 1 миллиард 800 миллионов рублей. Их направят на ликвидацию аварийного жилфонда. Якутия это один из немногих, если не единственный субъект России. Егор Фанатич, спасибо. Он человек порядочный, который показал весь объем нуждающихся в переселении из аварийного жилья. Не испугавшись, понимая, что за это придется отвечать. Это первое. Второе, за это время в Якутии создана, на мой взгляд, очень эффективная строительная инфраструктура. Это и энергосберегающие дома, это и собственные строители. Я вспоминаю те наводнения, которые потрясали Якутию, простимулировали, в хорошем смысле слова, создание собственных строителей. И у нас есть уверенность, что эти деньги будут освоены. Ну и в-третьих, это и общественный контроль, и работа администрации Егора Фанатича. Люди там умеющие делать и нести ответственность. Именно поэтому Якутия сегодня первой получила почти 2 миллиарда рублей. Поверьте мне, это очень серьезная сумма. Ликвидация аварийного жилья, программа она очень большая, но в большей сложности около 100 миллиардов должны были освоить. 30 миллиардов уже освоили. И нам потихоньку надо двигаться, чтобы к этому мечте дойти, решить эту проблему в целом по республике. И вот сегодняшние события, которые мы получили дополнительные, около 2 миллиардов рублей бюджетных средств на поддержку наших дел в республике, с учетом того, что мы занимаемся этим делом, это здесь понимают, наблюдательный совет это очень хорошо проанализировал и принял решение поддержать. И это нам дает возможность, прежде всего, завершить ту программу, которая была принята по 2017 год.